ЦИК Голосование проходит штатно. Так нам дали понять в Центр избиркоме. Из регионов получено около 6 тысяч обращений. Каждый из них проверяется. Особое внимание уделяется тем, которые посвящены принуждению к голосованию. По данному вопросу в ЦИК поступило 137 обращений из 45 субъектов РФ. То есть из половины. В 32 обращениях из них, из этих 137, избиратели сообщают о принуждении к дистанционному электронному голосованию. 16 обращений содержат сведения о принуждении к голосованию за определенного кандидата. Тут всего 16 обращений. Таких есть. Или политическую партию. В Центр избиркоме заявили, что они прямо заинтересованы в том, чтобы исключить все возможные нарушения. Сегодня сюда приглашены международные наблюдатели. Здесь же побывала уполномоченная по правам человека Татьяна Маскалькова. Вместе с этим ЦИКу приходится работать с разнообразными фейками. Например, нам показали оперативную съемку правоохранительных органов, как накануне в Москве в квартире был организован псевдо-избирательный участок. И там некие люди постановочно снимали фальсификацию выборов. Кроме того, ресурсы Центра избиркома выдержали три ДОС-атаки. Вечером была организована в течение одной-двух минут распределенная ДДОС-атака. Хочу сказать, что атака была достаточно мощной. И сейчас, буквально у нас где-то в полдвенадцатого, средствами защиты, которые защищают интернет-порталы ЦИК России, было заблокировано порядка 246 тысяч запросов. Здесь установлены информационные экраны, где явка по регионам публикуется в режиме реального времени. Например, в Карачаево-Черкесии проголосовало более 34% избирателей, в Кемеровской области 33%, на Чукотке более 40%, в Туве 50%, в Москве явка с учетом онлайн-голосования 23%. Электронно в столице проголосовало 1 миллион 300 тысяч человек, это 63% от общего числа тех, кто зарегистрировался на дистанционное голосование. Коллеги. Спасибо, Петр Вершинин. Был на прямой связи из информационного центра избиркома. Продолжение следует...